Здравствуйте друзья, с вами Вула на ваших экранах Асета Корса и в этом видео мы поговорим с вами о том, о чем меня постоянно спрашивают на стримах в Асета Корсе, а именно можно ли играть в Асету Корсу на геймпаде, ну и клавиатуре разумеется, но пока что мы разберем именно геймпад, потому что к управлению надо все-таки привыкать, к тому же я уже более-менее привык на руле, и для геймпада надо было тоже немножко приловчиться, но все-таки. Поначалу я вообще думал, что эта затея обречена на провал, потому что ну все-таки понимаете, симулятор, такие дела, это вам не аркадская, чтобы на геймпаде играть, но однако в игру все-таки встроено почему-то управление как из клавиатуры, так и из геймпада, так что вполне возможно, что разработчики поработали над этим и настроить геймпад можно будет тоже, чем я в принципе и занялся. Основной проблемой, разумеется, является настройки сенсы, потому что ну без этого никуда, а геймпад такая штука, что стики у него очень чувствительные и резкие. Все-таки это не баранка руля, и управлять машиной будет гораздо сложнее. Конечно, есть более дорогие геймпады, на которых чувствительность стиков наверняка получше, но я почему-то уверен, что у большинства игроков будут именно такие вот не самые дорогие геймпады, как вот, к примеру, у меня. Но в игре я в принципе нашел только два ползунка, которые более-менее как-то влияют на поведение самого стика. Это стиринг гамма, эта настройка как будто бы делает управление более чувствительным и более линейным. То есть чем больше вы настроите, чем больше у вас будет процент. А, ну разумеется, я смотрю это все в контент менеджере, о том, как его скачать, вы можете посмотреть в предыдущее видео, там было по дрифту. Ну а вторая настройка это стиринг фильтр, и она отвечает за скорость поворота руля. То есть чем больше у вас будет это значение, тем медленнее у вас будет поворачиваться руль. К примеру, в разнообразных гонках я советую использовать значение повыше. Я где-то вот перешел к значению 62%, и в принципе мне этого хватает. Но я думаю, под каждый геймпад надо будет настраивать по-своему, все-таки чувствительность у каждого геймпада разная. И поэтому это вот вы уже подстроите сами. Я вот скажу вам именно на что она влияет. А если вы, к примеру, хотите подрифтить, то я советую ставить чуть поменьше. Там у меня где-то около 30, наверное, 5% стоит. И тогда можно нормально дрифтить, потому что если делать слишком большой этот фильтр, то у вас руль просто не успевает возвращаться обратно для того, чтобы, ну, законтролить дрифт. Также еще большинство игроков наверняка ставят переключение передач на триггеры, которые находятся сверху над газом и тормозом. Ну, я поставил их на кнопки под большим пальцем, можете выбирать любые. Тут сама фишка в том, что мне, допустим, было гораздо удобнее переключать передачи на вот этих вот клавишах, чем на триггерах, потому что когда переключал на триггерах, то можно было неправильно газовать, неправильно тормозить. То есть, ну, сами понимаете, когда у вас там только два пальца работают на газ-тормоз, или когда у вас там четыре пальца работают на уменьшение, увеличение передачи газ-тормоз, то есть вы когда используете одновременно несколько клавиш, то можно, ну, скажем так, плохо контролировать торможение или перегазовку. Ну, еще один секрет, который, ну, наверняка, далеко не секрет. Большинство гонщиков знают о, в принципе, управлении с геймпада. Все прекрасно знают, что у геймпада есть чувствительность, и для того, чтобы, к примеру, повернуть в небольшой поворот, не нужно обязательно вот просто вот держать вот влево в определенной позиции и просто стоять, или дрочить этот стик для того, чтобы повернуть налево. Просто уводите стик вперед и дальше по кругу вводите. То есть у вас получается как будто бы таких 180 градусов руля, и вы так можете гораздо чувствительнее поворачивать. Разумеется, об этом все знали, я не открыл вселенную, но все-таки я решил на всякий случай повторить это. Но на этом все, друзья. К моему удивлению, конечно, все-таки на геймпаде играть можно. Да, это будет не так хорошо, вам придется привыкнуть, потому что, ну, сами понимаете, руль гораздо приятнее для этого, но управлять можно. Да, может быть, не так результативно. Да, возможно, придется привыкнуть ко всему этому, причем порядочно времени придется привыкнуть. Хотя, на самом деле, я покатался буквально тут несколько часов, и, в принципе, мог нормально ездить, нормально чувствовать автомобиль, практически любой. Я ездил на серверах, на которых отключены помощники, и вполне себе справлялся. Как с дрифтом, так и с обычными гонками, так и в Формула 3. Самое главное – желание. Хотите покатать, ну, придется потренироваться. Не хотите – ну, что ж, извините меня, я вам ничем больше здесь не помогу. Ну, и на этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.